Итак, тема у нас сегодня о Машехе, когда придет Машех, скорый приход, придет ли он в этом месяце. Почему именно этот месяц такой благоприятный для прихода Машеха, потому что это месяц Ниссан. Как говорят наши мудрецы, что так как в прошлом мы освободились, когда мы освободились из Египта, это было в месяц Ниссан, так же и будущее избавление тоже произойдет вместе с Ниссаном. И сначала мы вспомним то, что говорится в трактате Роша Шана в Талмуде о споре о том, в каком месяце был сотворен мир. То есть мы знаем, что еврейский Новый год, Роша Шана в месяц Тишри. Но на самом деле мудрецы в Талмуде, в трактате Роша Шана спорят, в какой месяц был сотворен мир. Есть мнение, что мир был сотворен в месяц Ниссан, который вот уже наступит в эту субботу. А есть мнение, которое говорится, что мир был сотворен в месяц Тишри. И Аллахана, в принципе, постановлена потому, что месяц Тишри, это как первый месяц сотворения. Однако первый месяц в счете еврейского календаря это месяц Ниссан. Причина этого, потому что когда евреи выходили из Египта, первая заповедь, которую еврейский народ получил как народ, это была заповедь вести календарь, вести счет месяцам. Поэтому первый месяц был месяц Ниссан, тот месяц, в котором вышли евреи из Египта. А так сотворение мира по, скажем, тому мнению, основному мнению, по которому был постановлен еврейский закон, это то, что это был месяц Тишри. Однако объясняет Хасидут, что в месяц Ниссан, так это был первый месяц, в нем было задумано сотворение мира. То есть, как бы сотворение мира на категории мысли Всевышнего. То есть, не категория уже материального воплощения, но в категории мысли мир был сотворен в месяц Ниссан. И уже непосредственно в физическом мире аматериализовался в месяц Тишри. И суть этого спора объясняет Хасидут, почему есть одно мнение, которое говорит Тишри, и другое мнение, которое говорит, что это был Ниссан. Что два этих месяца, они характеризуют собой две божественные силы, две божественные сферок. Гвура и Хасид. А если переводить это на русский язык, как милосердие и строгость. Или доброта и строгость. Вот. О чем идет речь? Месяц Ниссан – это месяц категории Хасид. Почему? Потому что в этот месяц мы освободились из Египта. Как говорят наши мудрецы, что освобождение было не столько в заслугу самих евреев, которые были в Египте, которые были порабощены египтянами. Но это было в заслугу наших праотцев. Авраам, Ицхак и Яков. И хотя евреям при выходе из Египта дали заповедь обрезаний, пасхальные жертвы. И как мы учим, что эти две заповеди были для того, чтобы у евреев были заповеди, были заслуги. Не просто, чтобы их за бесплатно вызвали из Египта. Чтобы это освобождение, эта доброта и милосердие Всевышнего по их освобождению из рабства, она была в заслугу. В заслугу каких-то добрых дел. И поэтому были даны две заповеди. Обрезание и жертва Песа. Однако, несмотря на то, что были две эти заповеди, основная причина была, это беспричинная любовь Всевышнего, беспричинная доброта. И основой это была, это были заслуги, которые у нас были от прадцев, от Авраамы, Ицхака и Якова. То есть причиной этой доброты была заслуга, то есть в основном это было не из-за наших заслуг, а из-за заслуг наших прадцев. Однако месяц Тишрей, он соответствует категории Гвура, что в этом месяце Всевышний, начинается месяц Тишрей с праздника Роша Шана. То есть это суд, то есть это, с одной стороны, это, конечно, праздничный день, мы не работаем в этот день. Да, и праздничные молитвы, праздничные трапезы. Но, однако, по большому счету, это очень строгий день, да, день, когда, день суда, день, когда решается судьба всего еврейского народа и всего мира в целом, то какой будет год. Вот, и поэтому этот день нужно провести в максимальной строгости, в максимальном самоконтроле, да, никого пустого веселья. То есть это категория Гвура. И возвращаясь, опять же, к празднику, к месяцу Ниссан, так как это категория Хессет, то есть это доброта, беспричинная любовь Всевышнего. То есть это, как бы, характеризует пробуждение Всевышнего, да, без того, чтобы мы пробуждались. То есть это пробуждение Всевышнего, чтобы подтолкнуть нас к поднятию. И... А месяц Тишрэй, это движение снизу вверх, да, то есть это движение нас, и поэтому это категория Гвура. То есть это праздник Рошана, суд, и тем более праздник Ёмкий Пур, когда запечатывается, уже печать какой будет год. Вот, все это согласно нашим заслугам. Не причину каких-то заслуг наших прадцев или без причины любви Всевышнего, но каждый получает ровно столько, сколько он заслуживает и столько, сколько ему положено. Поэтому это соответствует категории Гвура и стремление наше, наше стремление ко Всевышнему снизу вверх. Не просто доброты Всевышнего, как это вместе с Ниссан, так это проявление доброты вызывателей из Египта и такие большие чудеса, и расступление Красного моря. Так что это движение как бы сверху вниз, да, то есть это подарок, который дает Всевышний авансам, да, без нашего достаточного приложения силы, без наших достаточных усилий. Это аванс для того, чтобы в будущем мы достигли ступени праведников сами. И понимая разницу между двумя этими месяцами и сути спора о сотворении мира, да, то есть мы перейдем к спору о том, в какой месяц будет избавление. Да, то есть в Талмуде, в том же трактате Рошана есть спор не только о том, в какой месяц был сотворен мир, но также спор и в какой месяц будет избавление. И те же самые мудрецы говорят и предлагают те же варианты, как и о сотворении мира, да, то есть есть одно мнение, которое говорит, что будущее избавление будет вместе с Ниссан, да, подобно тому, как было избавление первого месяца Ниссана, и будущее избавление будет тоже вместе с Ниссаном. Другое мнение говорит, что наше избавление будет вместе с Тишри. И согласно тому, что мы говорили, что Ниссан – это движение сверху вниз, это доброта Всевышнего, не основанная на наших заслугах, да, а месяц Тишри – это движение снизу вверх, то есть это по нашим заслугам. Поэтому и спор о том, в какой месяц будет избавление, тесно связан с двумя мнениями, двумя вариантами, скажем так, как Машьев придет. Да, то есть это даже неправильно сказать мнение, это есть, учат нас мудрецы, что есть два варианта, как придет Машьев, да, то есть есть вариант, что это он придет строго за счет наших заслуг, да, и когда закончится вся работа, и мы достигнем полного исправления мира, то и придет Машьев. Однако есть такой вариант, что мы, к сожалению, не дай Бог, не сможем завершить всю работу, не сможем поднять все искать святости, но когда будет достигнут определенный срок, определенное время, то будущее избавления наступит само собой. То есть получается, два этих мнения заключают в том, что если мы заслужим, да, если мы сделаем всю нашу работу, то избавление придет раньше, чем должно быть. Если мы не сможем провести достаточную работу, то все равно будущее избавления наступит, он наступит в определенный срок, назначенное время, на которое определил это Всевышний. И поэтому два этих варианта прихода Машьев можно нанести на этот спор, да, что то мнение, которое говорит, что Машьев придет вместе с Тиширей, да, что это... Месяц Тиширей соответствует нашему служению снизу вверх, все согласно заслугам. Это согласно тому мнению, что мы успеем завершить всю нашу работу, что избавление наступит раньше, чем предписанный ему срок. Но в тот момент, когда мы закончим все служение с нашей стороны, а то мнение, которое говорит, что избавление будет в месяц Ниссан, это то мнение, которое опирается на тот вариант, в котором мы, к сожалению, не успеем сделать всю работу с нашей стороны. Но Машьев все равно придет. То есть, точно так же, как вместе с Ниссан, он характеризует доброту и милосердие Всевышнего, даже без достаточного приложения усилия с нашей стороны, так же и будущее избавление, хоть мы, не дай бог, и не закончим всю возложенную на нас задачу и миссию, то все равно Машьев придет в назначенное для этого время вместе с Ниссан. Вот, однако, сразу хочу сказать и отметить очень важную вещь, что Машьев придет в любом случае, и эти два месяца необязательно, что, да, вместе с Тишрей, вместе с ТВ, и в Тамус, и в Аф, и все другие месяцы, каждый день мы должны ждать прихода Машьев. Но этот спор о том, что придет либо вместе с Ниссан, либо вместе с Тишрей, это не что иное, просто сказать нам, что два этих месяца, это имеет особое благоприятное время. Да, то есть, то время, где особо желанно, чтобы пришел Машьев. В это время есть особая благодать, скажем так, сверху о том, что пришло будущее избавление. Это самое подходящее время. Вот, это не значит, что когда закончится месяц Ниссан, мы должны зайти до Тишрей и говорить, что там, не дай бог, избавление не придет. Нет, но самое благодатное время, это именно месяц Ниссан и месяц Тишрей, по тем причинам, тем мнениям, которые мы объяснили. Однако, понятно, что Машьев ждем мы постоянно и в любое время. И вообще, этот целый путь исторический, который мы проходим каждый год, путь от Бесаха до Шминьяцерца, это на самом деле замкнутый круг и одна цепочка событий. То есть, это не просто праздники и даты, расположенные случайно в таком последовательности. Так что, у нас есть праздник Песах, то через 50 дней праздник Шиво, Дараване Торы, потом 17-е Томуза, развеяние первых скрижалей, когда сделали золотого цельца, то 9-е Ава, это разрушение храма, и потом у нас есть Рошишана, Йом-Кипур, Суккот и Шминьяцерца. В чем это как бы путь? Что месяц Ниссан, это месяц праведников, это раскрытие Всевышнего, Всевышний нас поднял до такого уровня, до уровня праведников. Но у нас зло еще осталось внутри нас, оно не было исправлено. То есть, нас подняли, как говорили, месяц Ниссан, что это любовь Всевышнего без границ и неоснованная на наших заслугах. То есть, нас подняли на уровне праведников без того, чтобы на самом деле стали праведниками. Потом было дарование Торы, что это максимальная пиковая точка, которую мы достигли. Но потом, так как у нас осталось это зло, которое еще тянулось с Египта, поэтому мы сделали, к сожалению, золотого цельца и было разбиение первых скрижалей. Потом 9 ава, что это максимальное падение, было в этот день разрушение храма. Однако после этого начинается подъем, что хронологически в это время как раз Моша Робейну поднимается, получаются вторые скрижали. И 40 дней, начиная с Рошходыш месяц Элул, основомесячный месяц Элул до праздника Йом-Кипур, Моша Робейну находится 40 дней, у Всевышнего получает вторые скрижали. И в Йом-Кипур он спускается со вторыми скрижалями. Поэтому это категория раскающихся, категория большев. И потом праздник Суккот и Шмини Ацерос. То есть Суккот это уже, когда мы радуемся, что мы уже достигли снова связи со Всевышним, которая была потеряна. То есть у нас был взлет, выход из Египта, дарование Тора, потом было падение, это крех золотого цельца, разбиение первых скрижалей, и потом снова взлет, но уже в очищенном состоянии, да, когда мы сделали всю работу с нашей стороны, да, все наши исправления, которые мы достигли вместе с Элул, вместе с Тишрей, уже исправились, после того, как мы упали с грехом золотого цельца, мы уже исправились, когда уже получили вторые скрижали, уже были на высоте, были на высоком духовном уровне, мы не просто были на этом уровне, но были уже на этом уровне своими заслугами, своими действиями, своими достижениями. Вот, и поэтому это тоже соответствует месяцу Тишрей, месяцу Ниссан, что в Тишрей, в Ниссан, да, было избавление из Египта по доброте Всевышней и такой уровень, который мы не могли бы достичь сами. А в Тишре это была, это работа с нашей стороны, да, снизу вверх. И это категория балы и чува, категория раскаивающиеся, да, и как говорят наши мудрецы, что там, где стоит раскаивающийся, никакой управленник не может устоять, да, потому что раскаивающийся, тот, кто рассказал на самом деле, он достигает еще большего уровня, чем даже совершенный...